Здравствуйте! В эфире Якутия 24 новости экономики. Студия Евгения Баженко. На 7,6% до уровня 2014 года снизит добычу компания «Алроса» в текущем году. Об этом в интервью в газете «Коммерсант» заявил ее глава Сергей Иванов. Причина затопления рудника «Мир» в августе 2017 года. Тем не менее «Алроса» как была, так и остается лидером по добыче алмаза. И у нее нет цели покупать что-либо для замещения выпадающих объемов добычи. Так же сообщил глава компании. Как ожидают в компании, возобновление добычи на руднике возможно не ранее 2022-2024 годов. На 25% вырос объем внешней торговли России в прошлом году, составив 5,584 миллиарда долларов, сообщила в четверг Федеральная таможенная служба. Несмотря на сложные международные отношения, торговый оборот вырос с Европейским Союзом на 22,9%, с Украиной на 25,6%, с Китаем на 31,5%, с Турцией на 37,2%. При этом рост отмечен и в экспорте и в импорте. Аналитики называют причиной роста дорожающие энергоносители, которые являются основной статьей отечественного экспорта. Тем не менее, увеличиваются и другие направления, такие как торговля продовольствием и товарами народного потребления. При стоимости нефти свыше 60 долларов за баррель возникает ситуация, которая может привести к перегреву мирового рынка и снижению цены, считает глава «Газпромнефти» Александр Дюков. В компании рассматривают разные сценарии развития событий, но базовым все-таки остается сценарий 50 долларов за баррель. Сейчас нефть марки «Брент» торгуется на уровне 64-65 долларов. По словам министра экономики России Максима Орешкина, рынок ожидает цен на нефть в среднесрочной перспективе не выше 60 долларов. В «Алроса» прошла встреча с клиентами, заключившими долгосрочные соглашения, трехлетний период, на покупку алмазов ювелирного и технического качества. Это 56 российских и зарубежных компаний. Соглашения были подписаны в январе 2018 года. Долгосрочные контракты – это основа с бытовой политикой «Алроса». В ходе встречи клиентам продемонстрировали уникальные цветные камни, добытые в прошлом году в Якутии. В том числе розовый массой около 28 карат, желтый массой 34 карата и сиреневый массой 20 карат. Однако их алмазная компания планирует продать на аукционе, предварительно огранив на мощностях собственного филиала. По доходу налог в 18% предлагается взимать с граждан, чей доход превышает 24 миллиона рублей в год. Соответствующий проект закона внесен в Государственную Думу. Фактически под действие законопроекта попадает небольшая часть налогоплательщиков в количестве чуть более 20 тысяч человек. Зато сумма их доходов превышает 4 триллиона рублей и в случае вступления закона в силу поступления от налогов вырастут сразу на 200 миллиардов. Говорится в финансово-экономическом основании документом. Вице-премьер России Ольга Голодец полагает, что бедность населения – это главное препятствие для экономического роста России. По данным Росстата, реальные доходы россиян в 2017 году сократились на 1,7% по сравнению с предыдущим годом. Это четвертый год падения. Самый глубокий спад был зафиксирован в 2016 году и составил 5,8%. По словам вице-премьера, в ближайшее время основной задачей для России станет повышение доходов. При этом Голодец напомнил, что меры для роста доходов россиян уже предпринимаются. В частности, повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума с мая этого года. 644 воздушных судна эксплуатируют 15 ведущих компаний России. Из этих судов только 12 находятся в собственности перевозчиков, остальные в лизинге. Об этом рассказал глава Росавиации России Александр Нерадько. По его словам, для того, чтобы бизнес почувствовал свою ответственность, нужно в числе прочего возвращать воздушные суда под юрисдикцию Российской Федерации. Чиновник предлагает дать лизинг-гадателям и авиакомпаниям 2-3 года на обязательную регистрацию в реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации. Модернизированная система видеонаблюдения заработает в этом году в аэропорту Якутска. Об этом сообщил гендиректор предприятия Николай Месников. В планах также завершить строительство нового здания авторемонтной мастерской площадью около 2500 квадратных метров. Кроме того, в течение всего 2018 года будут проводиться подготовительные работы по реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы 2. Месников отметил, что реконструкция станет самым масштабным событием за последние годы и завершится в 2020 году. Зарплаты и пенсии, по данным Росстата, выросли в прошлом году на 3,4% и 3,6% соответственно. При этом в использовании доходов населением произошли изменения. Так, доля расходов на покупку товаров фактически достигла уровня 2014 года. А расходы, которые граждане направляли сбережения, снизились с 11,1% в 2016 году до 8,1% в 2017 году. Что объясняется как снижением ставок по банковским вкладам, так и увеличением задолженности по банковским кредитам. Еще одним изменением в структуре трат стало увеличение темпов накопления наличных рублей с 0,5% в 2016 году до 1,5% в 2017. Это отражает как снижение привлекательности депозитов, так и растущий отложенный спрос. При этом впервые за два года на 2,5% вырос оборот кафе и ресторанов. По состоянию на январь 2018 года в республике проживают 26 920 семей, имеющих трех и более детей. Из них 21 тысяча подала заявки на получение земельных участков. В прошлом году земельные участки получили более 8 тысяч семей. Об этом сообщил депутатом госсобрания республики заместитель председателя правительства Якутии Игорь Никифоров. К этому часу все. Оставайтесь в курсе экономических событий вместе с Якутия-24.